здравствуйте дорогие друзья сегодня небольшое видео из серии жизнь одного растения или история одного растения небольшое видео потому что и растение у меня недавно и информации по нему мне не так много просто хочу рассказать поделиться своими впечатлениями об этом чуде природы это дендробиум атравиолациям аберранс на англоязычных ресурсах его называют microchip купила его где-то в середине октября семнадцатого года купила не запланированно просто увидела цветущее растение и как это бывает иногда особенно у нас орхидеи манов просто не могла пройти мимо я о нем совершенно ничего не знала то есть вот просто взяла наобум и все первое что меня в нем пленила это вид его цветочков кто-то мне написал в комментариях что цветочки похожи на ангел очков действительно это так цветочки мелкие очень изящной формы расцветка у него тоже мне очень понравилось я очень люблю такие мягкие переходы бледных тонов на цветочках имеется такой коричневатый бордовый краб листики у него жесткие кожистые в листьях в их структуре форме есть тоже что-то очень привлекательное купила его цветущим в середине октября сейчас у нас начало февраля и вот только-только он начал цветать еще неизвестно сколько он цвел в магазине я его купила цветущим напоминаю где-то в середине этого срока мне показалось что он скоро цветет потому что цветочки начали менять свою окраску была окраска такая скорее сиреневатые тона отдавала потом она немножко сменилась на более желтые оттенки и в виде он у меня практически два месяца вот как был так он и остался растение конечно просто меня приятно удивило особых движений никаких кроме изменения окраски цветов не было то есть он и не рос единственное что цвет листьев немножко он поменял на более светлый что еще можно о нем сказать он ароматный запах него какой-то специфический не могу сказать даже на что похож но для меня вот очень приятный я его когда купила не пересаживала посмотрите поверхность горшочка была покрыта мхом часть мха отмерла вот более такой желтый цвет а часть стала расти заново полив у меня осуществляется как и у подавляющего большинства других растений в основном опрыскиванием поверху субстрата но это зимний мой вариант полива такой стандартный что-то внутри горшки непонятно корней особо не заметно вот видно один корешок беленький вроде бы с ним все хорошо потому что никаких признаков на поверхности негативных нет но и роста пока еще не заметно информации о нем я нашла очень мало спасибо свете из америки она мне подсказала что к нему нужно относиться как теплому новогвений скому гибриду в общем тепло свет полив обыкновенный зимой меньше летом больше ну и вот посмотрим чего будет по крайней мере признаков того что с ним что-то плохое происходит я не увидела но надо сказать что у меня температура на окне довольно умеренная то есть колеблется диапазоне от 15 до 22 градусов в среднем обычно от 18 до 20 где-то так у меня держится ночью я стараюсь чуть-чуть снижать температуру но если сильные морозы я особенно не рискую то есть окна не открываю если за окном около нуля то у меня все время приоткрыто чуть-чуть окошко влажность у меня приличная я научилась поддерживать среднем 60 процентов влажности все это время висит у меня практически непосредственно под лампой под фитолампой такого белого свечения висит он у меня вот в таком подсвечнике и киевском на цепочках пожалела что я их больше не купила этих подсвечников они очень удобны в них встает прямо ровно 12 сантиметровый горшочек у этого горшок немножко поменьше поэтому у меня снаружи там сфагнумом обложен для устойчивости и для поддержания влажности слегка сейчас он потихонечку все-таки уже начал отцветать главная наша зимняя задача довести растения до весны без потерь я планирую дальше поступать с ним примерно так же скорее всего весной я посмотрю что у него все-таки там внутри в корнях может быть пересажу пока в принципе я не вижу особой надобности в этом он пока не особенно проявляет какие-то признаки активности очень хорошая особенность то что он может цвести с одной псевдобульбы не один раз будем надеяться что может быть так и произойдет как мне написала светлана из америки очень выгодное вложение я с ней согласна такая изящная драгоценная миниатюра в коллекции так что всем очень рекомендую всем спасибо за внимание всего доброго до новых встреч